МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 продолжает работу в эфире. Вы смотрите новости с итогами дня Элина Шагенова. Коротко о главных темах выпуска. В России создадут центры компетенций для разработки отечественной электроники. Мы, промышленность, готовы выступать партнерами, полигонами и так далее. Какие возможности появятся благодаря этому? И что еще нового запланировано в отечественной промышленности? Расскажем в сюжете. Неделя без сигарет. Если еще человек продолжает курить, то, к сожалению, также увеличиваются риски по сопутствующей патологии. Узнаем, как врачи и чиновники убеждают россиян бросить курить и насколько успешна пропаганда здорового образа жизни. Стройка продолжается. Помимо самого дома будет магазин, будет детская площадка, спортивная площадка, парковка на 50 машин и мест. Когда мурманчане смогут оценить новые жилые дома в Ленинском районе? Красота Кольского заполярья на страницах новой книги Виталия Бубенцова. Причем на севере эта же краска по-другому себя ведет. Она более такая густая получается. И получается такой, знаешь, импрессионизм даже. Чьи шедевры хранит в себе издание и где можно будет прикоснуться к заполярной эпохе 18-19 веков, расскажем в сюжете. К 2026 году российское судостроение будет использовать исключительно отечественное программное обеспечение. Об этом рассказали специалисты на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Кроме этого, в стране создадут индустриальные центры компетенции для разработки собственной электроники и элементной базы. Предложение об использовании такого инструмента в Нижнем Новгороде поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Год назад по поручению федерального правительства в России были созданы индустриальные центры компетенции ИЦК. Это консорциумы разработчиков, производителей и заказчиков программного обеспечения. Их задачей стало замещение ставшего недоступным зарубежного софта в первую очередь в критических для промышленности секторах. Теперь созданный механизм участники процесса признали жизнеспособным и призвали подумать над созданием аналогичного механизма для разработки отечественной элементной базы. Тут, конечно, тоже, может быть, уже звучали такого рода предложения, какие-то аналогичные ИЦК инструменты создать в области элементной базы. Потому что это тоже важно, переход на нее важен, потому что в отрыве от нее, боюсь, что просто переход на наше отечественное программное обеспечение полностью нам не даст, так сказать, суверенитета, о чем коллеги уже говорили. Мы, промышленность, готовы выступать партнерами, полигонами и так далее. При этом это очень капиталоемкий проект. И, конечно, он требует активного участия науки. И с тем, чтобы появилась российская элементная база, позволяющая нам реализовывать все контроллеры, датчики и так далее, которые необходимы для функционирования АСУ-ТП. Предложение по созданию такого же центра компетенции в области электроники, элементной базы поддерживается. Мы об этом говорили. Сейчас мы обменялись в том числе и Денисом Валентиновичем. Здесь мне важно ваше участие. Это непростая история. Технологически очень понятно, что единицы компаний обладают определенными элементами. Прозвучали также предложения по синхронизации государственных требований перехода на отечественное ПО с работой индустриальных центров компетенции, а также приведение государственных информационных систем к единому стандарту данных. Кирилл Грапиняк, Илья Комлев, ТВ21+. Северяне смогут долететь до Калуги и обратно без пересадок. Новый маршрут был запущен сегодня. В одном из старейших городов России теперь совершают дозаправку рейс Мурманск-Сочи. Вот так торжественно встречают первый рейс по новому маршруту Мурманск-Калуга-Сочи. На борту прибывшего самолета 70 человек. Это туристы, представители Калужского аэропорта и северяне, которые возвращаются домой. К северному лету оказались готовы далеко не все пассажиры. На одних футболки, другие предусмотрительно взяли куртки. Но настроение хорошее у всех, ведь позади долгий перелет. От Сочи вместе с дозаправкой в Калуге 7 часов 40 минут. Новое направление уже пользуется популярностью. Обратный рейс из Мурманска вылетел сегодня уже со стопроцентной загрузкой. Мы летаем двумя экипажами, у нас смена. Из Сочи летит в Калугу один рейд экипаж, а здесь в Калуге мы меняемся. И в Мурманск летит другой экипаж. Да, потому что из Сочи лететь тоже три с лишним часа. Рейсы по новому направлению будут летать по понедельникам и пятницам до 27 октября этого года. Элина Шегенова, Павел Третьяков, ТВ21+. Оперативники нашли в квартире мурманчанина больше пяти килограммов марихуаны. Мужчина хранил запрещенный товар в походном мешке на балконе – 22 пакета. За попытку сбыта крупной партии наркотиков на 36-летнего дилера завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. По всей России проводится неделя отказа от курения. Акция направлена на привлечение внимания общественности к проблеме табачной эпидемии. Ежегодно от пагубной привычки умирают свыше 8 миллионов человек, из них 1 миллион только от пассивного курения. Врачи-онкологи приводят неутешительные выводы. Государство продолжает вносить изменения в антитабачный закон и повышает акцизы. А средства массовой информации обязаны каждый показ сцены курения маркировать специальной предупреждающей надписью. Диагностировать рак лёгких на начальной стадии сложно, поэтому зачастую пациенты попадают в больницу в тяжёлом состоянии. И в борьбу за их жизни вступают врачи отделения таракальной хирургии. Для заболеваний, начиная со второй-третьей стадии, потому что несмотря на все виды лечения, хирургического, химиотерапевтического, лучевой терапии, есть определённые риски как рецидива, так и прогрессирования онкологического заболевания. Если ещё человек продолжает курить, то, к сожалению, также увеличиваются риски по сопутствующей патологии. Вместе с сигаретным дымом человек дыхает смолой. Впоследствии они оседают на лёгких, всасываются в кровь и разносятся по всему организму. Помимо рака лёгкого, курение приводит к развитию рака красной каймы губы, слизистой полости рта, гортани, ротоглотки. Ну и помимо этого ещё даже может вызывать в ряде случаев рак желудка, рак мочевого пузыря. В последнее время особую популярность набрали вейпы и системы быстрого нагревания табака. Многие ошибочно считают, что такой способ курения менее вреден. Специалисты предупреждают, ароматизаторы провоцируют аллергию вплоть до астмы. Там скорее всего больше такое термическое поражение именно структур и бронхов, и лёгочной ткани, связь непосредственно с этим злоупотреблением и появлением различных заболеваний, которыми мы ежедневно занимаемся, выполняем хирургические вмешательства и диагностические, и лечебные. Не менее опасно для здоровья человека пассивное курение. Особенно, когда родители, не задумываясь, курят, гуляя с ребёнком. Для неокрепшего организма дым будет равноценен полноценной сигарете. То же самое касается вейпов и нагревательных смесей. Чем меньше ребёнок, тем больше токсическое действие будет оказываться, потому что концентрация веществ для него будет максимально высокой. Естественно, у таких детей впоследствии будут проблемы с бронхолёгочной системой. Это хронические бронхиты. Как утверждают медики, с каждым годом курильщиков становится значительно меньше, особенно среди молодёжи. Рано или поздно многие осознают, чем раньше оставишь отравляющую привычку, тем лучше для тебя и окружающих. Ради чего вы могли бы отказаться от курения? Ради здоровья. Папа мой бросил, да. А что им двигало? Не знаю, наверное, возраст, здоровье. А чтобы окружающую среду не засорять всякими вот этими ненужными выхлопами, дымом. Ради здоровья. Ради чего? Если окружающим неприятно, например. Ещё один важный фактор улучшения статистики — антитабачный закон. С 2013 года действует запрет на курение в ресторанах, кафе, больницах, вокзалах, аэропортах. Как результат, по данным ВОЗ, за первые пять лет на 9% снизилось количество курящих. Очень и очень такая тягостная. Поэтому мы выходили тоже из АГС-собрания, через наших депутатов Государственной Думы, через сенаторов, выходили на федеральный уровень с предложением запретить рекламу вейпов, ограничить продажу вейпов для несовершеннолетних, предусмотреть за это санкции. Ещё одним механизмом является повышение акцизов на табак. Сейчас купить пачку сигарет дешевле 117 рублей невозможно. Акцизы, налоги которые формируют небольшой процент, порядка 5-8% всего, это от всех налоговых поступлений. Но даже здесь доля акцизов от табачной продукции более 60%. С 1 марта табачный акциз повысился на 2%. Скачки стоимости уже распланированы на два грядущих года. Одновременно с этим отменяется взымание акцизов на нагревательные системы табака, а на жидкости, напротив, становится больше. Александра Клепцова, Евгения Гречуха, Александра Пескова, Андрей Бричко, Павел Третьяков, Руслан Мавлютов, Максим Чинькин. ТВ 21+. Вы смотрите новости на ТВ 21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасатели МЧС провели акцию «Безопасность на воде». Юным мурманчанам рассказали, как правильно вести себя на пляже и как спасти человека. Практическая инсценировка спасения тонущего человека – часть большой акции МЧС «Безопасность на воде». На озере Среднее спасатели наглядно показали юным мурманчанам, как правильно вести себя на пляже, как спастись самому и помочь другому. Вытащить человека из воды – поступок серьезный. Решиться на него нужно только если есть уверенность в своих силах. Пострадавшие, кто тонет, они очень часто себя ведут агрессивно, пытаются залезть на того человека, который помогает выйти из воды. Поэтому порой приходится со стороны спасателя проявить даже какие-то агрессивные слова. Привести в чувство. И это работает? Работает. Испробовано. Несмотря на запрет купания в Мурманской области, статистика несчастных случаев ежегодно пополняется. В прошлом году утонули 16 взрослых и один ребенок. В этом году – 7 человек. В областном клиническом многопрофильном центре открылось обновленное отделение анестезиологии и реанимации. На ремонт помещений и закупку оборудования потратили больше 100 миллионов рублей. За год через реанимационное отделение на Ломоносово-18 проходят больше полутора тысяч пациентов. Здесь не только спасают жизни, но и готовят к операциям. Проводят около 4,5 тысяч анестезий. Те средства, которые были вложены сюда, это порядка 70 миллионов рублей в рамках проекта здравоохранения, только на капремонт. Потом свыше 30 миллионов рублей на обновление парка оборудования. Порядка более 90% парка было обновлено. Колоссальные средства. И сейчас мы на выходе видим одно из самых современных реанимационных отделений Ломонской области. Впервые в отделении появилось три источника бесперебойного питания. Также здесь новая мобильная система для очистки и обеззараживания воздуха. Современные кровати для реанимации. Одна из них оснащена встроенными весами, что важно при работе с ожоговыми пациентами, чтобы не перекапать и не допустить отёки. Впервые появилась у нас реанимационная палата для инфекционных пациентов. Полностью современная палата для ожоговых больных. Это отделение рассчитано на 12 коек, когда полностью обеспечивает все потребности нашего стационара. Уровень работы всего учреждения напрямую зависит от постоянного развития отделения анестезиологии реанимации. В этом уверено руководство. Теперь медики готовы идти вперёд семимильными шагами. Лада Егорова, Максим Чинкин, ТВ21+. Часть северян, ожидающих переселения из аварийного фонда, до конца года получат ключи от новых квартир. Для них, а также для детей-сирот в Мурманске строят два жилых дома на улицах Бредова и Успенского. На каком этапе работы находятся сейчас, расскажем далее. На улице Анатолия Бредова продолжают возводить новый дом. Пять жилых этажей, один цокольный, 21 квартира. Работа идёт с начала февраля. Сейчас здесь делают стены. Сдать объект планируют к концу этого года. Посмотрели, проверили. Строители идут в графике. Да, конечно же, есть сложности работы, но стройка всегда происходит. И это на самом деле нормально. Строить многоквартирный жилой дом на Успенского планируют на год дольше. Здесь расположиться и навести уют смогут 128 семей. У этого дома, конечно, будут особенности. Это комплексный проект. Помимо самого дома будет магазин, будет детская площадка, спортивная площадка, парковка на 50 машин и мест. Для того, чтобы у людей, которые сюда въедут, не было никаких сложностей, вся инфраструктура есть. Ключи от квартир в новых домах вручат тем, кто стоит в очереди на переселении из аварийного жилья. Жилые помещения предусмотрены и для детей-сирот. Неподалеку, кстати, планируют разместить еще один дом, культурный центр и лицей. Евгения Гречуха, Максим Кравченко, ТВ21+. В Печенском округе прошел День предпринимателя. Представители бизнеса встретились с работниками администрации и корпорации развития Мурманской области. Площадкой для диалога стал центр «Вторая школа». Сотрудники администрации ответили на вопросы предпринимателей и рассказали бизнес-сообществу о новшествах. Одно из них – профессиональный чат, где публикуют новости о конкурсах, грантах, субсидиях и мерах поддержки. Там же можно задать вопросы представителям муниципалитета. Для того, чтобы любой предприниматель, любой самозанятый, любой руководитель и среднего, и малого бизнеса мог обратиться в администрацию, не ходить по кабинетам, а обратиться к одному представителю, инвеступолномоченному. В программе Дня предпринимателя была и тренинг «Игра, как не выгореть на пути к цели». Организовал ее центр «Вторая школа». Она – часть серии обучающих программ для бизнес-сообщества. Данную программу поддерживает «Налиский никель». И это такое уникальное явление, когда большой бизнес поддерживает развитие малого бизнеса на территории. Пришло достаточно людей, которым игровая игра интересна. Это эмоциональный тренажер. То есть он дает возможность отработать алгоритм и отследить, где я в какие моменты занимаю позицию и не могу выйти из ситуации, по каким причинам. Какие стереотипные мысли меня вгоняют в ситуацию, где я не вижу решения. Участники тренинга анализировали ситуации, препятствующие эффективной работе. Отрабатывали алгоритмы выхода из затруднений, учились справляться с эмоциями. Подача материала. Интересный оратор, скажем так, то есть интересно рассказывает. Новые знания, новые интересные знакомства, возможные методики, учитывая название тренинга сегодняшнего. Сегодня очень много новых людей, позитивных таких, которых ты чувствуешь, что мы с ними на одной волне. Вообще во второй школе я первый раз. Я ни разу не была, много слышала об этом месте. Мне понравилось, как все происходит. И вообще, если честно, я была удивлена, что меня, такого маленького предпринимателя, с маленького-маленького поселка пригласили на мероприятие. Завершился День предпринимателя в Никеле награждением. Активных представителей бизнеса поблагодарили за сотрудничество с органами местного самоуправления. Илья Комлев, ТВ21+. Север в красках, деталях и стиле. Мурманский художник Виталий Бубенцов представил свою новую книгу «Пейзажная живопись Кольского Севера». В нее вошли работы художников, побывавших на Кольском Севере в составе экспедиции еще в XVIII веке и наших современников. Страницы изучала и Нина Морозова. Вот даже двигаешь работу, видишь, по разным углам. И вот она начинает работать. Для Виталия Бубенцова арктический пленэр не просто близко, это родное. Более полувека он пишет красочную повесть о Севере. На полотнах в его мастерской Мурманск всех оттенков заполярного солнца. Самые атмосферные места – Варзуга и Умба, Ковда и Кузомень. Работа на природе для Виталия Николаевича – особенное искусство. Северные пейзажи способны меняться ежеминутно. Ухватить это впечатление непросто. Передаешь то ощущение, которое на тебя производит впечатление. Контакт такой здесь с природой. Причем на Севере эта же краска по-другому себя ведет. Она более такая густая получается. И получается такой, знаешь, импрессионизм даже. Невероятные контрасты теней от солнца, стоящего низко над горизонтом. Приглушенные глубокие краски пасмурных дней – это целый мир. Собрать в одном из зданий работы художников, побывавших на Кольском Севере в экспедициях в XVIII и XIX веках и творения наших современников Виталий Бубенцов мечтал давно. В основу лег текст его диссертации и репродукции Редера, Пенегина и Бенуа. Получилось настоящее путешествие в прошлое. Если взять Александра Бенуа, это из династии Бенуа, у него там работа в книжке 1920 года, первые причалы наши. Вообще деревянные причалы, 20-й год, представляете? А ему было тогда 68 лет, но он очень здорово писал акварели. И вот на фоне сопки, там где сейчас Алеша стоит, ну вот начинаешь сравнивать. Сравнивать стиль и подачу мысль художников невероятно интересно. Живопись – это образ сквозь призму восприятия автора. Ожившая история. Впервые новую книгу «Пейзажная живопись Кольского Севера» представили читателям в день 85-летия Мурманской области в областном художественном музее. Эти книги будут во всех библиотеках Мурманской области, ну и, конечно, будут подарочные экземпляры, и куда-то что-то еще уйдет в небольшую продажу. Наверняка экземпляры зайдутся по всей России, и мы сможем, опять же, радоваться тому, что о нашем северном искусстве узнают за пределами региона. Издание наполнено такой же любовью, как и работа самого Виталия Бубенцова. Книга адресована не только юным и профессиональным художникам, она для всех ценителей северной эстетики, истории и необычной культуры Заполярья. Инина Морозова и Руслан Мавлютов, ТВ21+. Душа культурной столицы на выставке «Непарадный Ленинград». В Мурманске в культурно-выставочном центре Русского музея открыли экспозицию живописных и графических произведений художника в Ленинградской пейзажной школе 30-40-х годов. Побывать в знакомых и малоизвестных уголках Ленинграда первой половины 20-го века теперь можно, не выезжая из региона. В областном центре работает выставка «Непарадный Ленинград». Здесь представлено 55 работ 14 художников, которые в 30-40-х годах дали старт развитию нового выразительного языка в пейзажном жанре. «Непарадный Ленинград» и собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вообще с этим городом в нашей области, в частности в нашем музее, связана не только история, но и такие серьезные культурные связи. И сегодня мы благодаря нашим коллегам показываем с нашей точки зрения уникальную выставку, которая представляет целый класс культуры, изобразительного искусства». Посетить выставку можно до 17 сентября этого года. Евгения Гречуха, Мария Гусакова, Максим Чинкин, ТВ21+. Северян ждут насыщенные на культурные и развлекательные события выходные. Куда сходить помимо выставки, расскажем в сюжете. В Доме культуры Ленинского округа начинается городской конкурс рисунка на асфальте «Радуга ярких красок». К участию приглашаются северяне разных возрастов. Для конкурсантов проведут мастер-класс по фотоколлажированию. Чувашский национальный праздник в честь окончания пассивных работ «Акатуй» отметят в Мурманске. Северян познакомят с культурой и традициями народа. В программе праздничный концерт, выставка изделий декоративно-прикладного творчества и национального костюма, хороводы и угощения. В Кавдоре отмечают юбилей города. 3 июня на уютной площади пройдут соревнования «Гиперборейская миля». Старт забега в 10 утра. Сказку Андерсона «Дюймовочка» покажет юным северянам в Мурманском областном театре кукол. В постановке использованы элементы компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы. В «Апатитах» в спортивном комплексе «Юность» 4 июня состоится массовое катание на коньках. Здесь можно будет вдоволь накататься под веселую музыку, поучаствовать в фотосессии со сказочными персонажами, а также испытать удачу в розыгрыше призов. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.3wtv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в вайбере, ватсапе и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. Данные для него предоставил Мурманский гидромедцентр. О погоде в Мурманской области на 3 июня. В Кандалакше температура воздуха поднимется до 12 градусов, без осадков. В Омбе также облачно – плюс 10, плюс 12. В полярных зорях переменная облачность – в среднем плюс 12 градусов. В Апатитах температура воздуха поднимется до 12 градусов. В Кировске облачно с прояснениями – плюс 8, плюс 10. А в Кавдоре столбик термометра показывает в среднем – плюс 12 градусов. В Мочегорске около 11 градусов выше нуля. В Лавозере облачно, без осадков – плюс 9, плюс 11. В Оленигорске температура воздуха поднимется до 12 градусов. В Никеле облачно – плюс 10, плюс 12. В Заполярном в среднем – плюс 11 градусов, без осадков. В Североморске облачно с прояснениями – плюс 10, плюс 12. В Мурманске температура воздуха поднимется до 12 градусов, без осадков. Вы смотрели новости на ТВ 21+, в студии была Элина Шагенова. Берегите себя, увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова